Когда звучит слово «женщина», то вместе с ним в сердце невольно отзывается ассоциация «мама». Природа наградила представительниц прекрасной половины удивительной возможностью дарить жизнь, дариться теплом и любовью с теми, кто действительно в этом нуждается. Брещанка Юлия Петровская сегодня мама в большой и дружной семье, где вместе с родными малышами живут и приемные. В детском доме семейного типа, куда Юлия с супругом пришли в качестве родителей и воспитателей, они обрели свои столпы силы и духовности. Принять, открыть миру, научить быть добрыми, искренними ребят, которые долгое время были лишены заботы и ласки, не так просто. Но чуткое женское сердце находит заветный ключик. И постепенно закрытая детская душа вновь готова к встрече с миром. Можно, конечно, в разных сферах деятельности себя попробовать, но я считаю, что самое главное – это семейный очаг, это дети. Я очень рада, что мои приемные дети родились в моем сердце, в моей судьбе, и мы вместе. Высоко ценен труд Юлии Петровской на областном уровне. В рамках конкурса «Женщина года-2020» она стала победителем в номинации «Материнская слава». Всего же в большом перечне шесть категорий, на каждую из которых были номинированы около 50 представительниц прекрасной половины. Членам жюри было непросто выделить победителей. Послужной список каждый из конкурсантов был достаточно велик. Победители этого конкурса – женщины с разных регионов, с города Бреста, с Жабенковского района, с Брестского района. Победители – шесть женщин, которые заняли первое место в каждой номинации, поедут защищать честь нашей области в республику. 20 марта уже совсем рядом состоится республиканский конкурс. Руководители предприятий и организаций, ведущие специалисты на производствах, многодетные мамы – успешные бизнес-леди. Такие они – успешные женщины Брестского края. Их трудолюбие и активная жизненная позиция во многом пример для коллег-мужчин, а также большая поддержка для представителей администрации на местах. Это и те мероприятия, которые посвящены подготовке к учебному году, подготовке, сохранению и ценностей семейных отношений. Мероприятия, наверное, и в первую, и в вторую волну ковида тоже показало взаимодействие и учреждений здравоохранения, и членов организации. То есть это и помощь медикам определенная была оказана городской организацией. Ряд мероприятий, которые, в принципе, наши женщины принимают в городе Бреста. Немаловажно. Что заставляет женщин, хрупких по своей природе, выбирать такие профессии, брать на себя ответственность и задачи наравне с представителями сильной половины. Забегая вперед, ответим. Всеми нашими героинями руководило огромное желание быть полезными другим. Валентина Плечко, как руководитель первичной организации Белорусского союза женщин, уверена, что каждая, кто чувствует в себе потенциал, должна его реализовывать и объединять вокруг себя других. У нее это получается хорошо, и как результат победа в номинации «Активная гражданская позиция». Хочется сказать, что ключевым словом нашей активной первичной организации является «Вместе». Вместе подарим улыбки детям, вместе соберем ребенка в школу, вместе праздник в каждый дом, вместе поможем молодым, вместе за Беларусь. Большим перечнем профессий, с которыми на ура справляются женщины, уже давно никого не удивишь. Многие признают, дамам свойственен более ответственный подход к делу, что, впрочем, распространяется не только на работу. Большинство из приглашенных – отличные жены и мамы. Все они в праздничный день достойны внимания, заботы и, конечно же, приятных подарков. Хорошим дополнением вечера стал праздничный концерт, который погрузил всех приглашенных в удивительный мир музыки и света. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдвард Букуноч, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.